Продолжение следует... Они улыбаются, едят роллы, паке и лапшу. Это не понравилось националистам из неформальной организации «Мужское государство». Они обвинили сеть в пропаганде мультикультуризма и начали заваливать сайт спамом, а ее основателю угрожать убийством. В результате сеть вынуждена была принести свои извинения и удалить данный пост. За дело делась полиция. Вообще скандалы вокруг рекламы возникают очень часто. Пропаганда ЛГБТ, гомофобия, эротика, бодишейминг. Одних цепляет, других возмущает. Давайте же поговорим, где эта грань. Как же понравится, как же сделать так, чтобы и рекламодатель был доволен, и потребитель. Макс Белоусов, эксперт по маркетингу и психологии клиентов, консультант. Анна Столярес, маркетолог. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Макс, скажите, пожалуйста, данные, вот скандалы, которые происходят периодически по причине расизма, по причине продвижения ЛГБТ вообще, как рекламодателю найти вот ту грань, чтобы и он сделал рекламу, чтобы и он, и чтобы, в принципе, люди хорошо на это реагировали? Ну, начну с того, что я лично знаю Константина Зимина, сооснователя Суши Ебедаеби. Мы с ним вместе не один год работали, вот, очень крутой специалист, и вряд ли у него были какие-то плохие, там, мысли по поводу этой рекламы. То есть он вряд ли это планировал заранее, судя по тому, как он на это сейчас реагирует, вот. И как я это могу прокомментировать, типа, по поводу вашего опроса? Тут надо просто рассматривать два важных момента. Первый важный момент по портеру, да, вот есть так называемый пест-анализ, да, когда мы, когда создаем маркетинг и бизнес, мы анализируем факторы, которые связаны с социумом, с государством, с политикой, с экономикой, то есть макро-микроэкономика. Мы это должны учитывать, да. Второй момент, мы должны учитывать, что сейчас, в нынешнее время, в 21 веке, очень большой инфо-шум и очень сложно компаниям через него пробиться, рассказав о своей услуге, продукте, бизнесе. Учитывая эти два фактора, можно заключить, что многие компании прибегают к таким, скажем, неоднозначным рекламам, чтобы просто привлечь к себе внимание, завоевать определенную аудиторию, охват и дальше уже, соответственно, познакомиться со своим продуктом. По поводу, насколько это экологично, каждый для себя определяет, потому что, ну, границы экологичности у каждого человека свои. Я не буду судить и, там, говорить, сделан хорошо или плохо, я с точки зрения маркетинга скажу, что это сработало. Это сработало, это получило большие охваты, так же, как это работает, скажем, у вкусвилл, которые тоже, извинились, или, например, у Моргенштерна, которые, по сути, эти грани переходят в каждом своем клипе и в каждой песне, но при этом почему-то это, ну, это понятно почему, да, у него это все органично, потому что у него по Карлу Юнгу архетип шута, а от шута вряд ли можно что-то ожидать серьезное. То есть тут важно еще понимать, чтобы ваш образ компании был конгурентен с тем, что вы транслируете. То есть если, например, мы от Альфа-банка не ожидали такую коллаборацию с Моргенштерном, естественно, реакция была соответствующей. Но от самого Моргенштерна мы это ожидаем, потому что это такой типаж. То же самое, как от Сергея Шнурова. Будучи очень интеллигентным человеком, он позволяет там себе материться и так далее. То же самое Артемий Лебедев. То есть тут надо вот именно учитывать психологический портрет своей ЦА и то, как вы себя позиционируете в интернете. По поводу того, что это задело людей, ну, знаете, любую рекламу, которую взять, даже взять, например, о Гилве, да, там, он рассказывал там в своей книге по рекламе, в которой в Париже, значит, висели щиты, большие такие билборды, где показывалось, что, значит, женщина стоит в бикини и написано, следи за мной, я скоро сниму лифчик. Через неделю, значит, она снимает, действительно она оказывается там, значит, без лифчика. А потом через еще неделю я сниму трусики. И это была реклама бикини, понимаете? Ну, то есть это уже делалось десятки лет назад до этого, до этого случая, который мы сейчас обсуждаем. Поэтому, ну, как бы каждый, так сказать, творец выбирает свои инструменты для самовыражения, да. Вот, как-то так я это скажу. Макс, вот вы только что упомянули о скандале с Усфилом. Давайте посмотрим ролик, который подготовила наша команда. Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот такой вот был скандал, Макс. У меня к вам такой вопрос. Я сейчас выскажу мое личное мнение. Я сама украинка, и на данный момент я уже почти год проживаю на острове Бали. И дело в том, что как раз вот здесь огромнейшее количество межрасовых пар, которые, у которых прекрасные детки, и это воспринимается нормально. Меня действительно удивило, что вот на вот эту вот суши-студию напали непосредственно вот это вот мужское государство, организация такая, и скажите, пожалуйста, как общественность отреагировала на нападение этого мужского государства? Потому что в моем сознании, и в принципе, например, если смотреть по тенденции Украины, мы движемся к более либеральным взглядам, более толерантным, мы стремимся к Европе. Как общественность русская отреагировала на такое нападение? У меня, кстати, жена с Украины, так что я в Украине часто бываю. Как я могу прокомментировать то, что вы спросили? Значит, на самом деле в течение последних двух лет я активно выступаю с темой психология поведения в социуме, психология влияния, да, и часто рассказывают про манипуляции сознанием в кино и СМИ. Вот, например, если взять последние пять лет фильма, который выпускала Америка, то в каждом фильме я могу вам прямо указать, где идет манипуляция, где какие идеалы продвигаются, феминизм, там, не знаю, там, однополые какие-то браки, там еще что-то, да, то есть эти мысли нам насаживают, да, это действительно есть. Другое дело, что вряд ли у компаний, таких как Суши, Йоби-Дайоби, была задача насадить какие-то идеалы социумом, поменять его сознание, американизировать его, да, или как-то там сделать глобализацию общества. Вряд ли они преследовали такие большие задачи, да, потому что, скорее всего, этим занимаются именно какие-то политические большие структуры, о которых мы не знаем, и там, как бы, и я не буду судить об этом, да. Поэтому, когда мы говорим про Суши, Йоби-Дайоби, да, и похожие там какие-то вот эксциденты, да, там, в маркетинге, то просто принимайте это как творчество, да, то есть, ну, как бы, вот есть Бэнкси, да, например, да, вот, и у него тоже неоднозначное творчество. Есть, например, Черный квадрат Малевича, да, там, это тоже неоднозначное творчество. То же самое маркетинг. Маркетинг – это творчество, да, да, и это творчество, естественно, должно быть в рамках закона, да, вот. Если мы в рамках закона это все делаем, как-то себя самовыражаем, ничего страшного я не вижу. Но при этом, естественно, нужно все-таки, ну, держать тормоза, то есть не нужно прям сильно жестить, чтобы просто привлечь к себе внимание. Вот я так откомментирую. Ну, мое мнение, то, что я наблюдаю, например, множество компаний зарубежных, они, наоборот, стараются, американских, европейцев, они стараются проявлять эту лояльность. И, в принципе, сама по себе Европа уже давно привыкла к тому, что в стране не живет одна национальность. Это все сделано. Для них это естественно. Смотрите, это все сделано, я тоже это все анализировал активно. Например, вот если взять компанию Calvin Klein, да, про которую, там, можете на YouTube найти, прям отдельный ролик у меня про эту компанию сделан, которая, значит, создала рекламу, которую многие видели, да, там, используя, так скажем, оверсайз моделей, да, вот, зачем она это делает? Вряд ли она преследует какие-то свои какие-то социальные темы. Задача любого бизнеса – зарабатывание денег. И в данном случае Calvin Klein, ну, это мое мнение субъективно, она преследовала именно бизнес-задачи. То есть привлечь большую полувозрастную вилку потребителей своей продукции, да, в данном случае это оверсайз женщин, да, то есть XSL моделей, которые боятся, например, войти в магазины Calvin Klein, купить себе белье, потому что думают, что оно на них условно тупо не налезет или будет некрасивым, потому что они до этого транслировали модели 90-60-90. Это все бизнес. Как бы и вряд ли там в Европе и в Америке сидят, значит, маркетологи, бизнесмены, думают, блин, а как бы нам поменять мир, да. Это все про деньги, друзья мои, как бы, и это нормально, потому что мы живем в капиталистическом мире. Но, кстати, это не только, они же еще пытаются показать себя как бы хорошими, ну, то есть вот эти вот модели оверсайз, потому что тоже шоу Victoria's Secret, последнее шоу было со всеми оверсайз моделями, ну, то есть это определенного рода лояльность бренда и также расширение своей линейки потребителей, потому что это жилье красивое сидит на всех. Еще это называется фрикомаркетинг, я это называю, да, я не говорю, что оверсайз женщины – это фрики, вы, я говорю именно про реально фриков, то есть у людей, у которых там, не знаю, там какие-то там большие сережки, там, не знаю, там зубы там вырваны, да, ну, реально фрики, да, вот, и, ну, условно, такие люди, которые могут встретиться где-нибудь там в пустыне на Burning Man, да, то есть почему это делать, потому что сейчас это модно, если бы это было не модным, не трендовым, не привлекало бы это внимание, это бы не использовалось. Это как в Гарри Поттере, знаете, вот я фанат Гарри Поттера, да, вот я читал все книги, для меня было большим шоком, когда я узнал, что Джока Роллинг, автор серии книг о Гарри Поттере, значит, призналась в интервью, что Дамблдор, он гомосексуалист, да, и он, соответственно, испытывал любовь к Грин-де-Вальду, о чем, в принципе, мы видим в фильме «Фантастические твари», по-моему, вторая часть, да, то есть, ну, как бы это шок для меня, как для ребенка, который, как бы, это читал, потому что я об этом вообще даже не думал, но она это решила показать. Зачем она это сделала? Привлечь внимание. Вряд ли это была какой-то гениальной авторской идеей, и вряд ли эта линия поведения, вот эта вот Дамблдор и Ген-де-Вальд сильно влияет на сюжет. Нет, не влияет, но при этом это привлекает внимание. Да, кстати, если я просто тоже фанатка Гарри Поттера, я могу сказать, что нигде не было вообще видно и не прослеживалось, что он гомосексуалист, то есть эта линия уже появилась после. Да. Скажите, пожалуйста, вот где вот та самая грань, знаете, как это, проэпатировать, но при этом не вызвать агрессию? Какая вот эта вот грань непосредственно на данный момент в России? Потому что вы из России, вы очень хорошо знаете этот рынок. Вы знаете, я не буду судить про то, где эта грань, опять же говорю, потому что каждый человек определяет сам эту грань. Задача творчества – это вызывать эмоции. Если эмоции вызваны, задача творчества создана. А как вы это сделали, неважно, кто-то у нас там на Красной площади прибивает свои яйца к Красной площади и этим привлекает внимание, таким образом выказывая свою политическую повестку. То есть каждый делает то, как он может. При этом каждый несет за это свои последствия. То есть кого-то садят за это, кого-то штрафуют, на кого-то нападают такие вот организации, как вот на случай с Йоби-да-Йоби. То есть никто не застрахован. То есть когда ты идешь на такую провокацию, ты должен, ну как бы, готов быть огребать. Потому что это, по сути, чит-код. То есть ты идешь не по стандартному пути, к которому все привыкли, за который тебе ничего не сделают, а ты идешь как бы вот, ну, огибаешь, так сказать, общую колею и готовься к тому, что инноватором всегда сыпятся все стрелы. Поэтому я уверен, что после Йоби-да-Йоби еще парочка таких, ну, там, реклам такого рода, и через несколько лет, в принципе, это станет нормой. Потому что есть такой принцип окна-авертона. То есть любую хрень, я не говорю, что это хрень, просто любую штуку, любую вещь можно насадить обществу в течение определенного времени. Сначала это людям кажется вообще табу, это нельзя обсуждать, потом это начинает обсуждать, потом появляются два лагеря, то есть которые поддерживают и которые не поддерживают, как на шоу «Пусть говорят» или там вот на украинский шоу, там, где Гордон защищает какую-то свою повестку политическую. Все, это уже обсуждается, это уже в зоне комфорта человека, и после этого, соответственно, это становится нормой. Вот так оно и происходит. Вот можете почитать про окна вертона. Макс, скажите, вот результат все-таки, который достигли Йоби-да-Йоби, насколько у них поднялись продажи? То есть понятное дело, что были угрозы, был спам, но, тем не менее, есть ли плюсовой результат? Ну, я не являюсь финансовым аналитиком компании Йоби-да-Йоби, я лишь знаю их лично, там, основателей. Я не знаю, как у них что произошло, и надо будет судить об этом через некоторое время, потому что я точно знаю, что, ну, проблемы им создали, очень серьезные, да, потому что была спам-атака на колл-центры, заказывались фейковые, там, заказы, да, там, ну, то есть проблем бизнесу реально создали. Я, на самом деле, в шоке от того, что неофициальная организация может так сильно повлиять на работу бизнеса, да, то есть, ну, это для меня шок, да, и это для меня сигнал, что нужно всегда аккуратно высказываться на определенные какие-то такие вот скользкие темы, чтобы не огребти самому, условно, да. Поскажите, пожалуйста, как молодому бренду заявить о себе? Вот эти вот механизмы рекламы, которые действительно сработают, как вирусная реклама, которые зацепят потребителя и останутся в памяти. Я порекомендую несколько... Здравствуйте. Вы можете поставить вопрос сначала? Немного ли проблемы со связью? Я прошу прощения, Максим. К нам, наконец-то, присоединилась Анна. Анна, скажите, пожалуйста, вот ситуация с разными брендами, которые пытаются пиариться за счет межрасовых каких-то фотографий с намеками, которые пиарятся, например, как ситуация с сетью супермаркетов российских, которая произошла в рекламе. Как вы считаете, насколько вообще общество готово к такой формату нестандартной рекламы? И какое ваше отношение, в принципе, к межрасовым фотографиям, ЛГБТ-фотографиям, вот бренды, которые хотят привлечь внимание эдакой диковинкой для нашего общества? Я не знаю, если вы говорили про ситуацию с Викторией Сикрет. Они, у них были модели, худощавые модели, которые были ангелами Викторией Сикрет. И когда вошли в моду массовые стандарты, что обязательно надо темнокожих людей в рекламу или же в кино, Виктория Сикрет продолжала снимать стандартных худых белокожих моделей. И после того, когда на них возрушилась эта волна хейта из-за стандарта их компании, у них упали акции и продажи в принципе. Когда они выпустили белье на пышнокожих и темнокожих женщин, они поставили в рекламу темнокожую девушку, полненькую. Конечно, начали, начали опять покупать белье, но понятное дело, это уже не та Виктория Сикрет, которая была раньше. Как я отношусь к этому? Я обожаю пробовать всегда что-то новое, и я бы, конечно же, добавила темнокожую девушку в рекламу, но если это как-то неправильно за день задеть или за троны, то есть набирать об этом или актировать внимание, как вы рассказывали о ситуации с роллами, где сидит один темнокожий и трое белокожих людей, то есть с этим надо быть очень аккуратным, потому что, во-первых, и Инстаграм, и ТикТок, и другие соцсети это блокируют, на вас выльется волна хейта, и также могут сыпаться угрозы. С этим надо быть очень аккуратно, но вообще, если это какой-то тренд, если это какая-то тенденция, то, конечно же, я бы своим рекламодателям советовала бы это использовать. Я благодарю вас. Максим, спасибо большое за настолько подробный экскурс. Видно, что вы очень-очень глубоко в теме. Анна, спасибо большое за ваше мнение, да, и за то, что действительно очень многие бренды сейчас, знаете, такая высокая конкуренция, плюс охваты в социальных сетях, они на данный момент требуют гораздо большего вложения, то есть люди, на чем будут выезжать, так, по-моему, это на креативе, согласны? Да, я согласна. Сейчас, чтобы продвинуться в Инстаграме, либо же в Ютьюбе, надо очень большие вложения, и если постоянно использовать какой-то хайп, какой-то экшн, это надо будет делать постоянно. То есть, если будет сделать что-то крутое, хайповое, как вот добавить им на кожу в рекламу, о вас чуть-чуть поговорят и потом забудут, и вам надо опять-опять-опять-опять использовать... Ну, и тут очень важно психологически не переборщить, потому что если бренд постоянно нагнетает вот этот вот накал, как бы он уже может вызывать раздражение, а не интерес. Я благодарю вас, я с вами прощаюсь, а далее у нас будут новости с Тамарой Мишиной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok